Экзамен на лучшее педагогическое искусство Исполнилось бы сто лет в культурно-историческом музейном центре Ром-Кала состоялась фотовыставка, посвященная творчеству Расула Гамзатова. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия» с вами Мурат Женкёзов. Сегодня в Карачаево-Черкесии стартует заключительный этап конкурса «Лучшие учителя родного языка и родной литературы». Учителя приехали из 73 субъектов России. Торжественная встреча гостей проходила в 19-й гимназии Черкеска. С приветственным словом к участникам конкурса обратилась министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Всероссийский профессиональный конкурс «Лучшие учителя родного языка и родной литературы» направлен на поддержку развития языков народов России. Он проходит в год педагога и наставника. Во многом именно учителя мотивируют ребят изучать родной язык и традиции многочисленных народов нашей страны, говорили на открытии. В помещении гимназии прошла жеребьевка, которая определила очередность выступлений участников. Конкурс завершится 24 сентября. На протяжении нескольких дней на территории данной гимназии 19 города Черкеска у вас пройдут испытания. Мы постарались создать для вас комфортные условия, чтобы вам было удобно поделиться своими лучшими педагогическими практиками, обменяться опытом и, конечно, приобрести новых наставников и друзей. Мы начинаем забывать родной язык, мы начинаем больше говорить на русском языке. Это такой век интернета, дети современные. И у нас сейчас родители пошли молодые, они уже думают, что надо ребенка, чтобы был более успешным, что с ним надо говорить на русском языке. И вот такая тенденция, что они тоже в тундре начинают говорить на русском языке. А если у нас тундровое население начнет говорить уже на русском языке, то, да, думаю, что у нас уже языка в скором времени не станет. Поэтому моя, наверное, задача как учителя родного языка – это говорить, беседовать с родителями. Не только тундрово-поселковый, да, что если не станет нашего ненецкого языка, то у нас как национальности не станет. Это такая задача, наверное, учителя. В работе, наверное, я больше с детьми как тоже стараюсь говорить о значении нашего языка. Что мы можем, да, что человек, да, говорит, может быть одаренным, да, быть, но при этом не забывать язык. Даже если он выберет математику, даже можно там что-то дойти, сравнить с нашим национальным, с ненецким. Всегда найти примеры, аналогии какие-то. В любом деле, да, что язык важен. Человек, чем больше знает языков, тем больше он эрудированный, тем у него, я говорю, больше нейронных связей. Одним из наиболее значимых событий первой части празднования Дней Карачаева-Черкесии и ее столицы стало открытие обновленной каскадной лестницы в парк «Зеленый остров». Участие в торжественном мероприятии приняли представители органов исполнительной и законодательной власти, а также учащиеся образовательных учреждений города. Новый спуск к месту массового пребывания людей проверил и наш корреспондент Артур Мхце. Долгожданное открытие обновленной каскадной лестницы просто не могло обойтись без праздника. Огромное количество посетителей парка «Зеленый остров» пришли к стеле «Дружбы народов», чтобы в числе первых оценить созданный после реализации проекта «Комфорт». Среди почетных гостей – представители органов власти в республике и черкеске, здесь же учащиеся образовательных организаций города, а также творческие коллективы. Символично, что праздничное действие началось со сменявших друг друга танцев народов Карачао-Черкесии, как бы демонстрируя единение жителей республики. Далее все участники мероприятия спустились по каскадной лестнице на территорию парка культуры и отдыха, где их ожидали многочисленные развлекательные площадки. Праздничное настроение читалось в глазах каждого, кто наблюдал за происходящим. И в этот момент даже не верилось, что еще несколько месяцев назад основной вход на «Зеленый остров» считался проблемным. Узнаваемый всеми облик этот спуск в парк «Зеленый остров» приобрел около 60 лет назад. Тогда в торжественной обстановке открывали прежнюю каскадную лестницу. С тех пор для благоустройства одной из главных достопримечательностей региональной столицы было сделано очень многое. Однако сам спуск постепенно приходил в негодность. Работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» начались здесь в мае текущего года. Сделать предстояло очень многое. Все-таки за десятилетия эксплуатации лестница пришла в почти полную негодность. Не добавляла радости и отсутствия на спуске нормального освещения. Было проложено около 2500 погонных метров проводов. Все расключено. Установлено 34 светильника пятирожковых, которые дают очень хороший свет в ночи. Также установлено около 250 грунтовых светильников на ступеньках и на площадках для того, чтобы максимально предотвратить свечение людям в глаза. А вот что думают о внесенных изменениях сами горожане. Думается, теперь обновленный основной спуск в парк и, разумеется, сама территория отдыха будут пользоваться у жителей и гостей республиканского центра еще большей популярностью. А ведь в перспективе на Зеленом острове также планируется создать экологическую зону с тематическими и развлекательными площадками. Установить смотровые пункты, кинотеатр под открытым небом и многое другое. Артур Мухци Алибастанов, Вести Карачаево-Черкесия. В честь дня рождения Карачаева-Черкесии и города Черкеска состоялся гала-концерт в рамках 22-го международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу». За один вечер на центральной площади республиканской столицы полтысячи артистов из 12 регионов России и ближнего зарубежья показали яркие номера, подчеркивая самобытность своего народа. О том, как прошел гала-концерт, расскажет Дарья Тендит. Наша гостеприимная Карачаева-Черкесия приняла творческие коллективы из СКФО, ЮФО, новых субъектов России, Луганской народной республики и Херсонской области, Севастополя, Абхазии и Южной Осетии. Шоу-группа «Гуляй, душа» впервые побывала в Карачаево-Черкесии. Мы очень рады были поучаствовать на таком глобальном мероприятии, фестивале, где столько собралось народности, столько представителей нашей великой страны. Встречали нас с хлебом с солью, вашими традициями, песнями, поздравлениями. Вроде как мы приехали на фестиваль, а встречать нас было очень трогательно, душевно. От всей души поздравляем всех жителей Карачаева-Черкесии и города Черкесия с днём рождения! От имени главы и правительства республики с приветственным и поздравительным словом выступил председатель народного собрания Александр Иванов. Он поблагодарил гостей жителей Карачаева-Черкесии за патриотизм и любовь к родине. Разрешите сегодня искренне поздравить вас с днём Карачаева-Черкесской республики и города Черкесия. Я рад, что именно в наш праздник на территории республики проходит ежегодный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу», ставший уже международным. Уверен, что наша гостеприимная республика не оставит вас равнодушными. На главной сцене республики артисты подарили свои лучшие вокальные и хореографические номера тысячам зрителей. Для нас большая радость и честь, что в наш праздник, большой двойной праздник, День Республики, День города Черкесия, Министерство культуры Российской Федерации доверило нам провести здесь, в Карачаево-Черкесии, в городе Черкесии, один из самых главных фестивалей в нашей стране. В очередной раз этот фестиваль позволил показать, что Карачаево-Черкесия – это гостеприимная земля, где рады гостям, где всегда чтут традиции, хранят гостеприимство и рады встретить друзей. Создать настоящий праздник – наша задача, поделился главный режиссер фестиваля «Мир Кавказу». А изюминка – это объединение жителей, сохранение и передача традиций всех народностей. Конечно же, мы всей командой поздравляем жителей Карачаево-Черкесии с праздником, с тем, что у них есть такая прекрасная республика, такая удивительная земля, с такими красотами. Концерт за кулисами – это было по-настоящему. У людей на глазах были слезы, именно потому, что людям сейчас нужно настоящее. Волна радости, волна братства, потому что коллективы, которые были ранее, не знакомы, они обнимались, как будто они были знакомы всегда. Карачаево-Черкесия, спасибо тебе за то, что сегодня люди чувствовали это единство. Зажигательная лесгинка, лирические патриотичные песни сменяли друг друга, создавая праздничную атмосферу. Завершил 22-й международный фестиваль «Искусств Мир Кавказу» творческий номер «За тебя, Родина-Мать» в исполнении заслуженных артистов Карачаева-Черкесии – Ачара Мирепкулова и Артема Разина. «И за страну, ты же, Родина, за тебя, Родина-Мать» Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. В этом году страна отмечает 100-летний юбилей Расула Гамзатова. В Культурно-историческом музейном центре Ром-Каламар Малокарачаевского района состоялась фотовыставка, посвященная творчеству известного поэта. Подробности у Али Баташева. «Твой журавлиный стан уже курлычет, Отправившись в далекие края, И хоть нас поименно кличет, Из-под небес еще душа твоя». Стихотворение Расула Гамзатова «Прощай, Расул» поразило меня своей глубиной и искренностью, говорит старшеклассник Мухаммад Салпагара. Содержало очень большой смысл. Мне очень понравилось оно тем, что там было очень много проницательных слов. И оно было очень трогательное. Тебя это побудило как-то обратиться к дальнейшему творчеству поэта этого? Открыть книгу, какие-то другие сборники почитать? Я постараюсь в дальнейшем найти его книги и постараюсь их прочитать. Интересный поэт Кавказа. Я его вообще считаю. Тут даже говорить дагестанский какой-то и так далее. О нем надо говорить, наверное, на масштабе всего Кавказа. России, Советского Союза мы говорили, мы знаем. Какие строчки? Четверостишие. Горе женщине доверить, хоть какой-нибудь секрет завладеет, в душу влезет, от нее покоя нет. О том, как звучат произведения поэта на родном аварском языке, продемонстрировал представитель Дагестана в Карачаево-Черкесии Магомед Магомедов. Фотографии автора текста легендарных журавлей, представленные на выставке уникальных. На одной из фотографий Расул Гамзатов вместе с Чингизом Айтматовым, Кайсыном Кулиевым, Муслимом Магомаевым и другими известными людьми страны и республики. О биографии и творческом пути аварского поэта рассказали в ходе презентации, подготовленной учащимися старших классов 11-й школы села Учкикен. Но на этом знакомство с творчеством Расула Гамзатова не заканчивается, говорят учителя. Дальше я им на внеклассных мероприятиях буду давать стихотворение произведения Расула Гамзатова, чтобы они еще больше познакомились с творчеством такого великого поэта. А у вас есть какие-то сапоги? Ну, журавли. Это вот что-то. Вот каждый раз слушаю, читаю, особенно когда поют артисты, певцы с таким хорошим. До слез. В честь юбилея Расула Гамзатова представителями Дагестана и Малокарачаевского района было посажено декоративное дерево, специально привезенное с родины великого поэта Кавказа и всей страны. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева-Черкесия. Малокарачаевский район. Юбилей отметил известный художник, дизайнер, конструктор, академик Академии наук, культуры, образования и бизнеса Кавказа Казбек Французов. Казбек Хусеевич – один из немногих наших земляков, окончивший легендарное Ленинградское высшее художественное училище имени Мухиной. И, безусловно, Альма Матер наложила свой отпечаток на все его дальнейшее творчество. О жизненном и творческом пути мастера в материале Белы Джазаевой. Сама озвученная фамилия этого мастера – французов, как будто бы была специально призвана для того, чтобы служить творчеству. Но с самого первого дня, когда у юного Казбека созрело решение быть художником, он встретил сопротивление. Его отец был сапожных дел мастером. И для начала хотел, чтобы сын стал подмастерьем, да и просто бы выбрал мужскую профессию, а не рисовал бы картины. Но чуть дальше на жизненном пути художника встретился человек, который утвердил его в правильности выбранной профессии. Это был его школьный учитель. Хоть и не хвалил он Казбека, как говорится, в глаза, но потенциал его увидел. При мне он никогда не говорил, что хорошо делаешь. Он всегда говорил, ну ладно, еще поделай, может, что-то научишься еще. Примерно так. А оказывается, это было его такое воспитание. Казбек Усеевич – своего рода уникальный художник. Он любит экспериментировать. У него нет какого-то традиционного жанра или направления. Сам мастер выражается словом «всеядный». В его коллекции и портрет, и пейзаж, и натюрморт, и исторические работы. А также мастер разнообразен в своем техническом исполнении. И даже по большей части Казбека Французова можно назвать дизайнером. Его авторские проекты не раз становились лауреатами и победителем международных конкурсов. В частности, проект мемориального комплекса, посвященный депортации карачаевского народа, на международном конкурсе в Женеве удостоился главного приза. Вообще, тема переселения родного народа занимает одно из центральных мест в творчестве Казбека Французова. Наше переселение угробило много талантливых людей. Из тех 22 тысяч детей, сколько бы еще родилось из этих талантливых. И те, которые мы сохранились, вот эта плеяда, которую сейчас весь художественный союз здесь держит, это в основном те, которые там родились. А теперешняя молодежь какая-то такая стала более свободная и видят, как мы утужимся, и не могут понять, как можно так жить. Казбек Хусеевич, без сомнения, является одним из выдающихся представителей в творческой плеяде карачаевских художников, внесших большой вклад в развитие художественной культуры нашей республики. Практически на всех полотнах и декоративно-прикладных работах этого мастера читается, как прошлое и настоящее Кавказа с его величием, так же его современный мир, навеянный самой жизнью. Я бы мог остаться и в Питере. У меня были возможности по моим творческим способностям. У меня и работа там была. Вместо того, чтобы многие там оставались, ну вообще люди любят комфортное место, правильно? У меня возникла такая идея внутри, у нас же такое выражение есть, надо быть на своей земле чем? Подметкой, чем в чужой стране султаном. Одной из заветных желаний этого художника является коллекционирование. Был бы очень обеспеченным человеком, собирал бы произведения искусства для последующих поколений. И главное, организовал бы музей, говорит Казбек Усеевич. Ведь именно культурное наследие делает нас народом. Была Джозаева Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Совсем недавно день рождения отметил первый и единственный в республике центр одаренных детей «Спутник». Что за год было сделано, какие планы и наставления от директора Джульетты Каджаковой в интервью нашей съемочной группе. Альбина Курочинова-Кенжева расскажет подробнее. А я прощаюсь с вами. До встречи.